Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Анна Идзалалян, а у нас в гостях заведующий отделом гендерного равноправия Гаяне Сыропиан, с кем мы будем говорить о проблемах гендерного равноправия в нашем Ненотсминском муниципалитете. Здравствуйте, Гаяне! Здравствуйте! Мой первый вопрос такой. Вот расскажите, чем занимается ваш отдел, какие вопросы решает и какие мероприятия вы проводите? Наш отдел гендерного равноправия открылся в марте 2015 года. Цель нашей работы – это гендерная политика в нашем муниципалитете. Гендерная политика означает, что проекты, которые реализуются в нашем муниципалитете, должны быть гендерно чувствительными. Например, если строится дорога, то эта дорога в первую очередь полезна кому? Женщинам, мужчинам, детям и так далее. Все проекты должны учитывать интересы женской части нашего населения. У нас проводятся, конечно же, мероприятия, это в основном тренинги, встречи, отмечаем даты, связанные с женскими движениями. Мы часто работаем со старшеклассниками, потому что наша аудитория, с кем мы встречаемся, с кем мы говорим, наш электорат – это значит и молодежь, и женщины среднего возраста, и даже пожилые. Во время наших тренингов в основном у нас образовательная цель – чему-то научиться, что-то показать. Потому что я сама считаю, и я думаю, что это правильно, в первую очередь надо делать акцент на образовании, чтобы смогли решить гендерные вопросы. Потому что если человек недостаточно образован, он может искаженно понимать сущность нашей работы и нашей проблемы. А вот больше всего к вам по каким вопросам обращаются женщины в нашем муниципалитете? И есть ли среди них также женщин, которые к вам обращаются из СЁД? Конечно, очень часто на наших тренингах бывали женщины из СЁД, мы сами их приглашали. Это в основном сельская интеллигенция, женщины-лидеры в своих СЁД. Ну и мы часто тоже выезжаем, встречаемся с ними на местах, чтобы гораздо ближе узнать их проблемы. И обращаются по разным вопросам. Самого простого, если нужно, допустим, написать заявление в какой-нибудь отдел нашего муниципалитета, начиная с этого. Потом наш отдел активно помогает при присвоении высокогорного статуса, потому что это ввели три года назад. И наш отдел помогает тем, кому нужно взять документы об этом статусе. Дальше, значит, часть к нам приходит, потому что у нас есть интересная библиотека художественной литературы и литература по правам женщин. Также у нас есть детский уголок, где дети, тех родителей, которые пришли по каким-нибудь вопросам в нашу меру, могут оставить свои родители. И они займутся в нашем детском уголке и не будут мешать родителям ходить по инстанциям. Дальше, значит, можно даже просто зайти и отдохнуть. Или же, если что-то связано с компьютером, мы предоставляем такие услуги. Они могут, если нужно, что-то посмотреть, что-то поискать. А также, значит, ксерокопии, потом сканирование и так далее. Вот эти все документы, которые делают жизнь наших посетителей удобнее в чем-то. Вот насчет политики. Вот женщины активны ли во время политики? Вы хотите сказать, участие женщин в ваших выборах? Да, участие. Вот насколько женщины активны во время выбора. Я так думаю, что наши женщины никогда не были неактивными. Они всегда активно участвовали в выборах. Это начиная с советского периода и сейчас. Просто все зависит конкретно от каждого человека, от его заинтересованности в политике. Я не думаю, что у нас ущемляются права женщин во время участия в выборах. Очень часто даже члены комиссии участковых, в основном женщины, очень редко там ищут мужчин, не могут найти, чтобы и мужчины тоже должны в комиссиях, чтобы определенные функции они должны выполнять. Потом, значит, и теперь заметьте, что если у нас 26 депутатов Сакрабулова, уже две женщины. Раньше была одна, потом две и на последних выборах тоже уже две женщины. В нашей мире самое главное должностное лицо мэр – женщина. У нас есть много руководителей отделами женщин и специалисты тоже работают. Но если взять, допустим, школы и детские сады, то там почти на 98% работающие женщины. Вот насчет этого, какие профессии больше всего выбирают женщины и они, выбирая профессию, то и думают о стереотипах, которые существуют в нашем муниципалитете. Например, то, что вместо женщины это на кухне, и женщина должна присматривать и воспитывать детей. Я так думаю, что вот такие стереотипы, они индивидуальны, они в каждом частном доме по-разному. Есть люди, у которых какие-то определенные стереотипы, а есть люди, которые понимают, что женщина так уже равный член нашего общества, и она имеет право работать. И многие даже очень гордятся тем, что, допустим, хозяйка этого дома или невестка этого дома где-то работает, или их дочь. И тем более, что это не просто работа, это еще и определенный доход. И я еще раз повторяю, это все индивидуально. Есть люди, у которых какие-нибудь представления о том, что вместо женщины на кухне. Ну, я так думаю, что в наше время это уже не так много. Постоянно у нас меняются стереотипы. И не только мы, значит, проводим тренинги, вообще тренинги неправительственных организаций тоже очень сильно помогли. И понимают, что времена меняются уже, жизнь совсем другая, нужно жить по-другому. Но главное, значит, не извращать вот эту проблему гендерного равноправия. Это просто равноправие социальное, равноправие в быту, равноправие в учебе, в обществе. Но это не знаю, что это какие-нибудь гендерные, я не знаю, другие ситуации, которые существуют, предположим, в более свободных странах. Например, в Европе у них на другом уровне, у нас на другом. Я всегда считала, считаю, что первонаперво гендер, как и все на свете, зависит от образования. В любом случае надо стараться получить образование. И только образованный человек может уже нормально мыслить, что правильно и что неправильно. И вот для нашего района, для нашей местности главное просто свобода в выборе профессии, свобода в устройстве на работу, свобода участия в политике, в выборах и так далее. Но это не значит, что мы никогда не меняли нашим старинным традициям. Вот традиционные наши взгляды, они сохраняются. Например, никогда в нашей стране, я так думаю, не приветствуются однополые браки и так далее. У нас все-таки христианская, традиционная вот такая страна, и мы должны следовать нашим традициям тоже. Но сейчас, в настоящее время, какие стереотипы все еще остаются в нашем муниципалитете? Стереотипы остаются в том, что, например, некоторые профессии, люди считают, что это все-таки более мужские. Некоторые профессии, например, служба в полиции, считают, что это все-таки мужская работа. Но у нас есть очень успешные женщины полицейские, которые добились высоких чинов. Считается, значит, ну работа врача это очень престижная, но почему-то вот так думают, что все-таки для женщин это трудновато. Но трудновато физически, потому что там нужно работать и днем, и ночью. Но это престижная профессия, ее надо добиться. Но в основном, значит, я так замечаю и на основе своего опыта, я так знаю, что во многих наших семьях все вопросы решают женщины, но они подают вот свое решение, как будто бы это все решил муж. Они так все это устраивают. Я замечала, да, что во многих семьях, значит, все-таки женщины берут верх. Просто это так сильно незаметно. Но я знаю, что в основном и бюджет у них в руках, и когда решаются какие-то вопросы, они решаются совместно, сообща. И потом, значит, когда мы поговорим о гендерном равноправии, это не значит, что гендерная какая-то анархия. Вот надо сказать, вот мои родители вот этого не хотят, а я все-таки сделаю так, как я хочу. Потому что очень часто родители, они должны понимать чувство и стремление своих детей. И дети тоже должны понимать, что родители хотят для своих потомков только хорошего. И поэтому не надо вот вставаться на дыбы, ссориться и так далее, и так далее, кричать об этом. Просто нужно самим семье найти какой-нибудь консенсус. Как Вы думаете, как можно бороться вот с этими всеми стереотипами? Со всеми этими стереотипами можно бороться только при помощи образования. Главное образование. Главное образование. Все равно, куда бы ни шли, все-таки главное образование. Почему? Вот поэтому у нас, значит, законы такие, что они против ранних браков. Почему? Почему нельзя, допустим, жениться или выходить замуж до определенного возраста? А для того, чтобы молодые люди сначала бы получили хорошее образование, получили бы какую-нибудь специальность, государство поэтому заботится и о молодой семье, и о их потомстве. Если у них не будет никакой специальности, не будет никакого образования, а родились дети, надо же их как-то содержать. Поэтому вот ранние братья отменены. Конечно, по физиологическим мотивам тоже, потому что для юного организма это все-таки большая нагрузка. Но в первую очередь, вот для этого, чтобы семья состоялась нормально, чтобы они могли бы сами понимать законы, понимали бы свою ответственность, потому что брак это большая ответственность, и могли бы воспитывать хороших детей. А вот какие проблемы существуют в сфере гендерного равноправия в Носминском муниципалитете? Я уже говорила, у нас, если так посмотреть, большинство бюджетных работников это все-таки женщины в школах, детских садах. У нас в муниципалитете в мере 30% женщины, всех работающих. И в банках, когда мы заходим, это уже частные учреждения, и там мы видим очень много женщин. Почему? Потому что женщины образованные. Я так думаю, что главная проблема это просто изменение стереотипов. Потому что на бытовом уровне уже у нас условия достаточно хорошие. Электричество, газопровод, вода, канализация, хорошие дороги. Это все одинаково, значит, чувствительно и для женского, и для мужского населения. Вот эти, когда бытовые вот эти условия приходят в норму, меняется жизнь, и в первую очередь женщин тоже. Потому что у нас, какой стиль, а типа обычно у нас принято, что за водой должна ходить женщина. У мужчины другие, допустим, дела. И поддержка семьи и так далее, что очень многое на женщинах. А вот когда бытовые условия улучшились, у нас теперь во многих селах жизнь как в городе, в домах, в семьях. Просто занятия сельским хозяйством. А тут так, на бытовом уровне, конечно же, не сравниваешь. И вот, что я еще хотела сказать. Ну, в основном, я бы отметила, что таких проблем, как раньше, уже нет. Просто не должно быть перегибов в другую сторону. В другую сторону, то есть, что вы имеете в виду? Вот я имею в виду, что не надо говорить, что гендер это все, у нас равноправие. И теперь все вопросы будет решать в семье только жена, и она не будет учитывать мнение других, ни старших, ни младших. Это неправильно. Гендерное равноправие, потому и равноправие, что одинаково равноправными должны быть все члены этой семьи. Конечно же, есть и психологическое давление в наших семьях со стороны старших. По старой привычке они говорят, что нужно делать все так, как говорят старшие. А времена изменились, теперь жизнь совсем другая, и очень часто мнение старших не совпадает с реальной действительностью. И поэтому, значит, надо как-то находить язык. Не поднимать, допустим, свои рога и ими, значит, береться в старшее поколение. А просто нужно все-таки объяснять, доказывать, что теперь уже по-другому нужно решать все проблемы. А то вот психологическое давление со стороны старших, экономическое. Вот у нас так принято. Но уже таких семей мало, когда говорят, что если сноха в семье работает, то она должна приносить, в первую очередь отдавать деньги своей семьи. И только тогда та будет распоряжаться, куда их тратить. Это, конечно, неправильно. Такие случаи есть очень часто, когда приходят женщины, некоторые делятся этим. И еще самое главное зависит многое от женщин. Когда мы проводили тренинги и говорили, вот какие у вас, обращаясь к женщинам, они должны были написать, какие у них положительные качества. Они считали, что первое положительное качество – это терпение. Что прямо ходят в голове орехи кали, они будут все терпеть и терпеть. Это неправильно. Не все можно терпеть. Нужно иметь в первую очередь самолюбие, уважать себя. И только если сам будешь уважать себя, тебя начнут уважать и остальные. Не надо все терпеть. Есть, конечно, ситуации, когда лучше промолчать, перетерпеть. Но когда, допустим, унижают человеческое достоинство и обращаются с семьей как с служанкой, тут уже не надо терпеть. Надо поставить все так, чтобы тебя начали уважать. Говоря о гендере, большинство мужчин нашего муниципалитета почему-то избегают этого слова и понимают не так. Говоря о гендере, они думают, что нет, все права должны быть у женщин, всем должны руководить женщины. Как вы можете расшифровать именно это слово «гендер», чтобы более понятно было наше мнение? Да, вообще слово «гендер» – это перевод с английского, и это слово обозначает «пол». Пол мужской, женский. Я сама очень часто видела, что наши мужчины, когда произношу слово «гендер» при них, они как-то странно смотрят и так насмехаются очень часто. Но я опять повторяю, все это зависит от образованности. Если человек не образован, он никогда не поймет, для чего этот одет, для чего это такое слово, и зачем нам нужно это равноправие. А образованных действительно людей все-таки недостаточно. много, которые все это бы поняли. И поэтому вот такое отношение к нам должно постепенно уходить, если они начнут сами над собой работать, развиваться, а мы со своей стороны будем проводить тренинги, семинары, и разъяснять, что это не какое-нибудь, допустим, исключение из правил «гендер», а это просто нашим государством, нашими законами установлено равноправие в быту, в социальной жизни, в политике для женщин. Потому что теперь мы знаем, что принимаются законы, чтобы во время выборов в партиях было бы квотирование. Допустим, определенное количество должно быть мужчин-кандидатов и определенное количество женщин. И причем, если в этой партии достаточное количество будет кандидатов женщин, партия будет получать еще дополнительное финансирование. Вот законы у нас правильные. Они принимаются законы, которые защищают женщин. Только надо их соблюдать. И поэтому, а тем нашим мужчинам, которые усмехаются над этим словом, просто можно сказать, пусть они немножечко подзанимаются над собой, пусть немножко почитают, поинтересуются в интернете, что это такое, зачем это нам нужно. Наша цель – это равноправие в бытовых условиях, в семейных условиях. Нельзя женщину воспринимать как скотину и как бесплатную служанку. Такой же человек. И она имеет по закону, по нашим законам, абсолютно равные права. Главное, что это не то, что женщина должна руководить всем, а это равные права, как имеют равные права мужчины, так и женщины. Главное, чтобы мужчины поняли это. Да, они это все хорошо понимают, можно так сказать, в своей семье. Я очень редко, ну, в процессе своей жизни, в процессе своего опыта, очень редко встречала семей, в которых, значит, женское слово – ничто. Часто наблюдаю, что и, значит, семейный бюджет у них, и последнее слово тоже за ними. И очень часто нормальные мужья прислушиваются к мнению своих жен, потому что знают, что все-таки не подведет, и женщина сама лучше знает ситуацию в своей семье, и как лучше в данный момент поступить. Ну, все это я еще раз повторяю, надо нам учиться много. Никогда не поздно учиться, никогда не поздно повышать уровень своей образованности. И вот, по-вашему, насколько защищены права женщин в Грузии? Наши права достаточно защищены, особенно одна из главных тем, значит, нашей работы – это как раз такое и насилие в семье. Насилие, значит, физическое, моральное, нравственное, экономическое, психологическое, разные виды насилия. Вот, речь о физическом насилии, когда постоянно, значит, подвергается женщина в семье побоям. А по этой теме очень много разных строгих статей у нас в законе. Но очень часто бывает так, что если, допустим, женщина пожаловалась, обратилась в органы правопорядка, мужа штрафуют, и вот это как палка о двух концах. Очень часто, значит, женщины потом сами бросаются туда-сюда, набирают нужную сумму, чтобы оплатить этот штраф. Вот этот вопрос, он какой-то все-таки незавершенный, нерешенный, потому что, да, мы понимаем, что если она обратилась, допустим, в органы правопорядка, этого мужчину как-то наказали, для него это большой позор, для многих мужчин, что вот из-за того, что он применял оргоприкладство, теперь очутился в полиции, для них это позор. Но с другой стороны, часто потом женщины сами жалеют о своем поступке, потом забирают свое заявление, а потом они вынуждены вот эти деньги собирать, чтобы оплатить этот штраф, и вот, я не знаю, как бег по кругу получается. Поэтому, наверное, многие не стремятся во время насилия в семье подавать жалобу на мужа или на кого-то еще из членов семьи? Боятся, да, но, знаете, очень часто вот не застрахованы вот такие случаи от просто несчастного случая, потому что можно нечаянно толкнуть, убить человека, лишить его жизни. Конечно, есть и другие случаи, у нас в районе были случаи, когда предумеренно, подготовившись, убивали свою жену. Это, конечно, очень страшные случаи, но и в бытовой жизни можно просто толкнуть, и все, человека нет. Поэтому нужно все-таки стараться работать над собой. И еще часто бывает так, допустим, если соседи замечают, что муж жестоко очень избивает свою жену, очень жестоко с ней обращается, и они тоже молчат, потому что говорят, какое это наше дело. Но люди не понимают, что это может очень трагически завершиться. Причем свидетели вот таких насилий домашних, они ведь тоже юридически отвечают за это. Если видишь на твоих глазах, что такое происходит, и не сообщаешь, куда надо, значит, ты тоже по закону должен отвечать, потому что это может принести непоправимые последствия. Есть номера телефонов. К нам очень часто, почти в год-два раза, обязательно каждый год, в год-два-три раза, приезжают, значит, из департамента народного защитника Грузии. Они оставляют нам свои данные, чтобы мы могли их распространить, и в случае надобности женщины позвонили бы по номерам, предположим, 116. 112 у нас МЧС очень часто, скорые и так далее, пожарные, а вот 116 это как конкретно уже по правам женщин. Можно обратиться в случай физического насилия и попросить помощь. И, конечно, тогда помощь будет, и эта помощь будет иметь определенные положительные последствия для женщин. У нас в прошлом году, значит, функционировал женский такой приют, в Ахакалаке тоже со стороны неправительственных организаций. Но, как я знаю, я не скажу, что я знаю абсолютно точно, но, значит, за все время функционирования этого периода туда женщины не обращались. Потому что очень много знали, и все равно боятся чего-то наши женщины. Да, боятся. И вот напоследок, что вы посоветуете нашим женщинам? Нашим женщинам я посоветовала бы поставить себя и в обществе, и в семье, и везде так, чтобы все относились с уважением. Самое главное зависит от себя. Если сам не будешь себя уважать и не заставишь других уважать себя, то очень много потеряешь и в жизни, и в глазах окружающих. И самое главное продолжать учиться и добиваться намеченных целей. Ну и почему говорю еще о образовании? Потому что очень молодые попадаются на разные удочки. Ведь не секрет, что существует такое, значит, в нашем обществе, как трафикинг. Когда очень молодых девушек, я не знаю, обманывают и в жизни их превращают в ад. Поэтому нужно читать хотя бы в интернете, читать книги, прислушиваться к мнению окружающих, чему повлечет вот такой поступок. Все равно мы пришли к тому, что главная образованность жителей. Да, главная образованность, это не значит, что, потому что люди же, они все разные, некоторые очень легко воспринимают какой-то материал или что-то. А для некоторых, допустим, какая-то профессия более удобная. Не все же могут стать врачами, инженерами, там, я не знаю, компьютерщиками, учителями и так далее. И некоторые, значит, лучше обладевают профессией, предположим, полигмаркера, там, повара или какой-нибудь другой профессии, медицинского работника. Поэтому надо стараться, в первую очередь, приобрести профессию, чтобы ни от кого не зависеть материально, и в случае чего, не дай бог, в жизни бывают различные трагические ситуации, смогли бы сами себя обеспечить. Спасибо вам большое, дорогие радиослушатели. Наша программа подошла к концу. Напомню, что у нас в гостях была заведующая отделом гендерного равноправия Мири Ненотсминского муниципалитета Гайан Сыропиан. С кем мы говорили о проблемах гендерного равноправия в нашем Ненотсминском муниципалитете. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.